113 лет назад произошло уникальное природное явление. На Землю упало небесное тело, впоследствии названное Тунгусским метеоритом. Существует некоторое количество версий, которые могут раскрыть феномен одного из самых загадочных природных катаклизмов прошлого века. С вами в Техно 2 и мы вновь реконструируем события тех лет и отвечаем на главный вопрос о том, как это было на самом деле. 30 июня 1908 год. В 7 часов и 15 минут по местному времени небесное тело вошло в верхние слои атмосферы Земли. Раскалившись от трения о воздух, оно начало светиться так ярко, что сияние было заметно на достаточно огромном расстоянии. Люди, видевшие летящее по небу тело, описывали его как горящий продолговатый объект, стремящийся пересечь небосвод. А затем в районе реки Подкаменная Тунгуска, примерно в 60 километрах севернее Эвенкийского стойбища Ванавара, произошел мощный взрыв. Взрыв оказался настолько сильным, что его было слышно на расстоянии более тысячи километров от Подкаменной Тунгуски. В ближайших населенных пунктах в радиусе 300 километров ударной волной повыбивало стекла, а подземный толчок с провоцированным метеоритом был зафиксирован сейсмографическими станциями в Северной Азии, на Кавказе и даже в Европе. Взрыв с корнем вырывал деревья на площади более двух тысяч квадратных километров. Световое и тепловое излучение, которым он сопровождался, привело к возникновению лесного пожара, который только добавил к данной картине насыщенности. В тот день на внушительной территории нашей планеты ночь не наступила. Официальных сообщений о человеческих жертвах не было, хотя, как рассказывали местные, один оленевод погиб от удара об дерево, а также уничтожены сотни северных оленей, которые в считанные секунды стали обугленными. Вот слова одного из очевидцев деревни Преображенко. Мы ехали на поле в тот день, потом услышали сначала сильный грохот, прям большое, громко так, и кони аж остановились. Увели на ней черноту, а за этой чернотой огненные хвосты показались. А потом этот туман темного цвета, солнце прям скрылось, наступила темнота, за этой темнотой черное пламя, огня, аж прям с юга на север пролетело. Как стало понятно позже, мощность взрыва оценивалась в 10-15 мегатонн в тротиловом эквиваленте. До сих пор ученые не могут прийти к единому мнению, чем же был Тунгусский метеорит. Многие считают, что его правильнее было назвать Тунгусская комета, Тунгусское испытание оружия массового поражения и даже Тунгусский НЛО. О природе этого явления существует огромное множество как научных, так и эзотерических теорий. Высказывалось более сотни самых разных гипотез того, что произошло в Тунгусском лесу. От взрыва болотного газа до крушения инопланетного корабля предполагали также, что на Землю мог упасть железный или каменный метеорит с включением никелистого железа, ледяное ядро кометы, неопознанный летающий объект, звездолет, гигантская шаровая молния, метеорит с Марса, трудно отличимый от земных пород. Американские физики Альберт Джексон и Майкл Риан заявили, что Земля встретилась с черной дырой. Также существует версия о том, что в это время сербский ученый Никола Тесла в своей лаборатории на Лонг-Айленде проводил эксперимент по беспроводной передаче энергии. Возможно, Николе Тесла это удалось, но достоверных данных нет. Но в 2020 году исследователи Сибирского федерального университета, МФТИ и Физического института имени Лебедева сделали математическую модель прохождения метеоритов разных диаметров, состоящих из трех типов материалов железа, камня и водяного льда через атмосферу Земли с минимальной высотой траектории в диапазоне 10-15 километров. В итоге они убрали версию ледяного тела, так как тепло, генерируемое трением об атмосферу, на такой скорости полностью расплавило бы ледяное тело еще на подлете. Каменный метеорит с высокой вероятностью рассыпался бы на куски при входе в атмосферу от колоссального давления из-за своей структуры, содержащей поры и микротрещины. По результатам расчетов ученые утверждают, что событие могло произойти при вхождении в плотные слои атмосферы железного тела диаметром 100-200 метров, пролетевшего по касательной траектории и создавшего сильную ударную волну. Гипотеза объясняет, почему не было найдено осколков в районе подкаменной Тунгуски. Утешительно то, что большая часть Земли покрыта водой, что снижает шансы падения небесного тела на населенные пункты. Но, к сожалению, в любом случае мы останемся беззащитными перед такими явлениями. И если взрыв подобной Тунгускому все-таки произойдет, могут погибнуть тысячи, если не миллионы людей. А с вами был Втехна-2, всего вам доброго, берегите себя. Увидимся, как обычно, в следующем выпуске на канале.